Лорет-де-Мар, Испания, курорт, завлекающий красочной природой, кристальной водой и многочисленными развлечениями для туристов всех возрастов. Лорет-де-Мар расположен на побережье Коста-Браво, Испания, и является одним из самых посещаемых курортных мест. В Коста-Браво можно добраться из аэропорта в Барселоне, Жироне или Реуси, а затем на автобусе, поезде либо автомобиле до самого курорта. Прибыв на место, можно снять апартаменты либо заказать номер в отеле на любой вкус и уровень достатка. Салоу, Испания, здесь средиземноморский субтропический климат, благодаря чему высокие температуры переносятся легко. Погода относительно стабильная, без резких перепадов температур. Лучший период для посещения курорта – июнь-август. В июне в Лорет-де-Мар температура поднимается до 28 градусов, а продолжительность солнечного дня увеличивается до 15 часов. Однако ночи в этот период еще холодные – 13-16 градусов. В июле температура днем не превышает 30 градусов, ночи становится теплее. Вода в Средиземном море прогревается до 23 градусов. В этом месяце дожди в Лорет-де-Мар не редкость, но температура резко не снижается. Август является лучшим временем для отдыха на пляже, температура воды достигает пиков 25 градусов. Обратите внимание, в бархатный сезон поток туристов не угасает, вода остается теплой до середины октября. Испания – Коста-дель-Маресме В Испании много достопримечательностей с многолетней историей, и Лорет не стал исключением. На территории города расположено множество архитектурных объектов, замок Святого Иоанна является самым посещаемым среди туристов. Он был построен в XI веке и использовался как оборонное сооружение до XVIII века. Внутри замка находится музей, посвященный его истории, а на вершине – смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на побережье. На смотровой площадке центрального пляжа находится бронзовая статуя – жена рыбака. Она была установлена в честь тысячелетия основания города в 1966 году. Церковь Святого Романа считается основной достопримечательностью Лорет-де-Мар. Ежедневно в церкви проводится богослужение на различных языках. Вход свободный. В богатом районе Финалос расположен памятник ландшафтной архитектуры, живописный заповедник – сады Святой Клотильды, который является исторически культурной ценностью Испании. Сады возведены в 1920 году в стиле Ренессанес, с многочисленными статуями-русалками, прудами, фонтанами и лестницами. Вся территория у стлана средиземноморскими кустарниками и травами. Заповедник открыт для посещений круглый год, в выходные дни проводят экскурсии. Стоимость билета – 5 евро звездочка. Разнообразить свой отдых можно, посетив нестандартную для русского туриста достопримечательность – модернистское кладбище, место, поражающее своей архитектурой. Кладбище было основано в конце XIX века. На его территории расположены часовня, фамильные склепы, памятники, возведенные знаменитыми скульпторами. Вход бесплатный. Также в окрестностях города находится множество излюбленных туристами мест, недалеко от мэрии города находится музей кошек, кошкин дом, место, интересное как взрослым, так и детям. Музей был открыт в 2002 году русскими иммигрантами. Здесь насчитывается более 6000 фигурок, картины предметов быта с изображением животных. Музей работает каждый день с 10 часов до 17 часов. Стоимость билета – 3 евро звездочка. Для детей до 5 лет вход бесплатный. Замок на пляже, построенный в 1940-х годах. Эта вилла является резиденцией жиронского промышленника и не несет никакой исторической ценности. Однако вид, открывающийся с холма, на котором расположено строение, сделал это место туристической меккой, благодаря чему, замок, стал символом Ларет-дель-Мар в Испании. Для присыщенных достопримечательностями курорта туристов доступны групповые туры в Барселону. Барселона Виэс – это групповая экскурсия с обширной программой. В сопровождении русскоязычного гида можно посетить туристические места до наплыва посетителей. Доступна пешая прогулка по ограниченному для посещений парку Гуэли шоу «Магических фонтанов». Забронировать билет и узнать подробную информацию можно на сайте. Стоимость для взрослого – 54 евро звездочка, для ребенка – 3,9 лет – 37 евро звездочка, для детей – до 3 лет – бесплатно. Малага, Испания – достопримечательности в Ларет-де-Мар не только живописная природа и уникальная архитектура. Здесь находятся четыре самых чистых, комфортных и безопасных пляжа, удостойных «голубого флага», высшего стандарта качества, центральный пляж, протяженностью в 1630 метрах, оснащен всем необходимым для комфортного отдыха. Здесь есть туалеты, пандусы и специальные души для инвалидов. Рядом расположена автомобильная парковка, работают служба безопасности и служба спасения, пункт оказания первой помощи. Дважды в день проводится уборка пляжа и прибрежных вод. Центральный пляж предоставляет различные виды развлечений – катание на «банане», водных лыжах, каяке или катамаране. Можно арендовать шезлонг и зонд. Также с июня до середины сентября на пляже работают детский клуб с аниматорами и библиотека. Второй по величине пляж, «Финалес», длина 700 метров, расположен в бухте и окружен сосновым лесом. На набережной находятся рестораны, кафе и киоски, оборудована зона с тренажерами, доступны водные развлечения. Здесь всегда много русскоязычных туристов. Благодаря пологому входу в воду пляж лучше всех подходит для отдыха с маленькими детьми. К пляжу «Саба Аделия» можно добраться только пешком через лес, поэтому это место для тех, кто хочет уединиться подальше от шумной толпы. Здесь обустроены зоны для отдыхающих с детьми, работают души и туалеты, кафе и пункт оказания первой медицинской помощи, служба уборки. Пляж условно разделен на две части, в одной из которых разрешено купаться на гишом. Пляж «Санта Кристина» расположен между двух холмов, поэтому здесь всегда спокойные воды. Дорога к пляжу проходит через лес, поэтому ограничено передвижение инвалидов и людей с колясками. Предоставлены все услуги, как и на «Саба Аделия». Важно, чтобы отдых не был омрачен, необходимо на любом пляже соблюдать правила безопасности, пользоваться солнцезащитными средствами и не оставлять вещи без присмотра. Посещением достопримечательности отдых на курорте не ограничивается. Здесь активная ночная жизнь. На территории курорта находится много ночных клубов и баров, все в шаговой доступности. Немало ресторанов с традиционной каталонской кухней. Можно посетить единственное в Каталонии казино, где по вечерам проходит шоу «Фламенко». Обратите внимание, также есть аквапарк «Уотер Уорлд» с вышкой для банджа-джампинга, водными горками, бассейнами и джакузи. Чтобы путешествие было приятным и необременительным, лучше воспользоваться советами бывалых туристов, в бархатный период цены на многие услуги и товары на порядок ниже. Чтобы толпы туристов не мешали наслаждаться достопримечательностями, лучше приезжать в Лорет в будние дни, так как на выходные сюда съезжаются отдыхать люди из крупных городов Испании. На курорте очень шумная ночная жизнь, длящаяся до рассвета, поэтому, если планируется тихий семейный отдых, лучше снимать жилье подальше от моря. Молодежи опытные туристы советуют посетить такие клубы, как «Колоссос», «Гала СССР» и «Диско Мобис». В Испании, а именно на курорте Лорет-де-Мар, каждый турист найдет занятие себе по вкусу. Развитая инфраструктура и открытые пляжи делают отдых доступным для путешественника с любым доходом. Звездочка цены актуальны на август 2018 года. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.